10 сентября в Ниницком округе отметят День Пустозерска, где состоится традиционный праздник и какой теме будет посвящен. Об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «Актуальное интервью». У нас в гостях директор Музея-заповедника Пустозерск Елена Меньшакова. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем перейдем конкретно к дню празднования Дня Пустозерска, расскажите немного об истории этого праздника. Ну вы знаете, День Пустозерска был утвержден законом Ниницкого округа в 2012 году. И с этого времени ежегодно празднуется в 3 воскресенье сентября. Правда в этом году в связи с тем, что День округа у нас на 3 воскресенье выборы попадают, поэтому было принято решение перенести его на 2 субботу, 10 сентября, и состоится он действительно в эту дату. А вот здесь чем было принято такое решение, что должен существовать такой праздник? Ну вы знаете, Пустозерск это первый русский город в Арктике, первый русский город за полярным кругом. К сожалению, это мало кто знает. И для того, чтобы популяризировать наследие Пустозерска, для того, чтобы вывести наш регион в орбиту туристической индустрии, российской, а может быть даже мировой, были предприняты вот такие шаги. Была разработана концепция развития музея-заповедника, в рамках которой было предусмотрено проведение, вернее, создание вот такого окружного регионального праздника. То есть такая просветительская функция еще есть, да? Ну это в первую очередь просветительская, но я думаю, что это такая большая функция по сохранению наследия. Это немножко шире, глубже, чем просто просветитель. Я знаю, что в этом году планировали провести праздник в Устье, но он переносится в Тельбиску. В связи с чем произошли изменения эти? Ну нужно сказать, что с 2012 года, вот по сей день, праздник фактически лежал на плечах нашего музея. С этого года при Департаменте образования, культуры и спорта образован оргкомитет, и мероприятие по празднованию Дня Пустозерска проводится во всех населенных пунктах, во всех муниципальных образованиях нашего региона. Есть план, он сформирован, проводится он как в школах, в образовательных учреждениях, так и в учреждениях культуры и спорта. Поэтому это большой праздник, и включают на себя очень много мероприятий. А вот итоговым мероприятием, центральным мероприятием празднования станет, конечно, Усть-Городецкие гостевания, которые пройдут в селе Тельбиска. Первоначально мы планировали сделать этот праздник в Устье, съезжий праздник большой в деревне Устье, потому что Устье и городок, Пустозерск местное название, да, кто не знает, действительно длительное время на протяжении самого существования Пустозерска составляли одну сотню. То есть это были очень близкие, разница километражи между ними, 4 километра. То есть фактически это был чуть ли не один населенный пункт, очень ряд, очень тесные связи. Школа была в Пустозерске, туда ходили устьяне, церковь, естественно, тоже в Пустозерске устьяне. То есть очень много связывало эти населенные пункты. И в этом году мы хотели заострить внимание вот именно на Устье, на истории деревни Устье и его связи как раз с Пустозерском. К сожалению, из-за низкого уровня воды, из-за межени попасть в Устье очень сложно. Очень сложно на лодках. Дорога, которая есть грунтовая, там тоже транспортного сообщения практически нет. Поэтому оргкомитетам было принято решение перенести празднование в Устье. Это более доступное место для горожан, для жителей города Нарьинмара. Администрация муниципального образования и телевисочный сельсовет собирается привезти жителей Устья, организовать транспорт. То есть все остается в силе. Это действительно будет такой большой съезжий праздник, на котором будут принимать участие коллективы из Тельвиски, коллективы из Оксина, коллективы из Великовисочного, из Нарьинмара. То есть мы надеемся, что все получится, все то, что мы запланировали. Приоткройте завесу тайны, что смогут увидеть гости, какая тематика будет? Ну, я уже сказала, что тематика «Усть-городецкие гостевания». Усть-городецкие, потому что устье находится на усть-городецкой виске, которая непосредственно вытекает из городецкого озера, на берегах которого лежит Пустозерск, да, и впадает в городецкий шар. Все эти топонимы связаны так или иначе с Пустозерском городком. Поэтому Усть-городецкое гостевание, оно предполагается как большой такой по наполняемости праздник, где будут присутствовать разные совершенно по формату мероприятия. Мы планируем, что будут экскурсии по Тельвиске, будут проведены они для групп, для всех, кто приедет. Вы посмотрите и узнаете, все, кто приедут. Мы надеемся, гости, жители смогут пройти по Древнему Печорскому селу, посмотреть те достопримечательности, которые в Тельвиске есть. Там очень неплохие экскурсоводы, мы надеемся, что вот такая форма тоже будет интересна и полезна жителям города и самим телевещанам, устьянам, всем, кто захочет побывать на этом празднике. Будет в социально-культурном центре «Престиж» будет организована выставка Пустозерской деревни Устье. Фойе будет работать, там представлена история населенного пункта с древности, фактически вот с 16 века, когда Устье впервые упоминается в платежности свистцовых книг Василия Агалина и до 20 века. Кстати, на этой выставке будут представлены фотографии впервые, которые нам удалось выявить в Кунсткамере, в музее этнографии. Это фотографии 2014 года. Очень любопытные материалы мы нашли и по современной истории Устья, по репрессированным устьянам. Потом оказывается, что в 1912 году в Устье хотели строить церковь. То есть много любопытного, я думаю, что посетители узнают и увидят на этой выставке. Мы предполагаем, что если будет замечательная, хорошая погода, не будет дождя, то нам удастся организовать катание на байдарках. Мы надеемся, что будет хорошая игровая программа, и в этом нам помогает социально-культурный центр «Престиж». Сотрудники нашего музея проведут стрельбу из лука, можно будет себя попробовать в этом мастерстве и посостязаться в этом. Будет организован показ кинофильмов о Пустозерске в фойе ДК. Предполагается, что этнокультурный центр, есть об этом договоренность, вместе со своими мастерами проведут мастер-классы. Это будут и плетение поясов, и набойка, и русская кукла, и игрушка из ткани, и резьба по дереву. И Александр Александрович Лапанович любезно согласился провести мастер-класс пуганчарного мастерства. Я думаю, что попробовать себя можно будет. Поделать что-то ручками. Это всегда очень замечательно, всегда очень интересно для тех людей, которые бывают на праздниках, да и просто для всех желающих. Предполагается, что будет Усть-Городецкая ярмарка, можно будет попить чаю за небольшую плату и поесть ухи, что тоже очень в наших традициях северных, печорских. Поэтому те, кто поедут на праздник, я надеюсь, что возьмут с собой небольшие какие-то суммы денег, чтобы можно было перекусить, когда будет возможность между мероприятиями. Ну и в 13 часов откроется само мероприятие, центральное мероприятие праздника Усть-Городецкое гостевание. Это будут и выступления коллективов. Я уже сказала, откуда приезжают коллективы. И все это предполагается на площадке перед Социально-культурным центром «Престиж». Мы надеемся, что посетят наш праздник официальные лица. Направили приглашение и в окружную администрацию, в собрание депутатов. Естественно, мы очень надеемся, что глава администрации муниципального образования Тельвисочный сельсовет примет участие, потому что и городок, и Тельвиска, и Усть, это его бочины, что ли, если говорить. И мы просили бы их выступить в костюмах 16-17 века, если это возможно будет. Но закрываем пока эту тему, потому что еще не получены ответы. И, конечно же, будет здесь выступление творческих коллективов. Это все будет встроено в хороший сценарный ход. Мы надеемся, что это не будет скучно. Мы надеемся, что это не будет статично. Мы надеемся, что тут будет очень много интерактива. Эти люди, которые смогут приехать из Наринмара, из Тельвиски, из Усть, из других населенных пунктов, они получат удовольствие, удовольствие пребывания на вот таком замечательном празднике. И завершит мероприятие, вот такой целый конву таких мероприятий, дискуссия, которую мы намереваемся провести в библиотеке села Тельвиска, это дискуссия о наследии Пустозерска. Для чего она нужна? Это, в первую очередь, важное мероприятие для нашего музея. Потому что мы говорим о наследии Пустозерска, но мало понимаем, что это такое. Ведь наследие, оно разное. Есть наследие картографическое, есть наследие в виде дорог, есть топонимы. Как с этим работать? Как это сохранять? Есть, в конце концов, нематериальное наследие, есть печорский говор, печорские былины, которые мы сегодня совершенно утратили, и мы не знаем этого пласта культуры. Нужно ли это сохранять? Есть старинный печорский уклад, который мы тоже забыли, и никак не проявляем его. Есть, в конце концов, традиционная русская культура Пустозеров, которую мы тоже забыли, и путаем ее с Сулеомской культурой, которая немножко другая, и отличается серьезно от более южных наших соседей. Поэтому есть костюм, в конце концов, Пустозерцев, который тоже отличается от Сарафанова комплекса у Сулеомов, вижемцев и так далее. То есть об этом, обо всем мы надеемся поговорить с обществом краеведов, с устьянами, потомками пустозерцев, с теми людьми, которые придут на эту дискуссию. То есть обычные люди смогут тоже приучать в дискуссии? Ну, если позволит помещение библиотеки, мы, конечно, постараемся все включить. Там помещение небольшое. Поэтому, если будут желающие, конечно, лучше заранее подходить к нам, к организаторам, и мы постараемся решить этот вопрос. Но вот такая очень объемная, очень интересная программа предполагается. Я хочу сказать, что комитетом продумана транспортная схема доставки жителей Нарьинмара в Тельвиску. Это для того, чтобы могли побывать на этом празднике все желающие. Но помимо рейсового теплохода, который уходит утром, 7.30, от причала Нарьинмара, Северная транспортная компания любезно согласилась предоставить в 10 часов и в 11 часов из Нарьинмара дополнительные теплоходы для доставки туристов, вот тех людей, которые захотят, горожан, в Тельвиску. То есть можно подходить. Цена билета остается такой, которая у них запланирована, 160 рублей для взрослого человека, храняются все скидки. То есть в 10, в 11 часов на теплоходах можно будет уехать в Тельвиску. Вернуться можно будет в 15, в 16 часов, то есть сразу после завершения праздника. Вот такая благодарность. То есть никаких проблем с логистикой не будет? Не должно быть никаких проблем. Мы будем приветствовать всех, кто может приехать на своем личном транспорте, на своих моторных лодках. Пожалуйста, приезжайте. И нужно сказать, что желающие нам уже звонят и спрашивают, что там, когда будет, какие программы. Очень активно посещали наш сайт вчера. Мы развесили только объявление уже, то посещение у нас было вчерашний только вечер. Поэтому это все радует, что люди откликаются на наши инициативы. Мы надеемся, что праздник, День Пустозерска, в этом году пройдет очень хорошо. Вот по опыту прошлых лет много народу собирал праздник? Вы знаете, в прошлые годы проводился этот праздник в основном для пустозерцев, для жителей Пустозерска. Это были либо вертолетные экскурсии в Пустозерск. В прошлом году мы проводили праздник тоже в Пустозерске, и там присутствовали представители туроператоров, вы помните, да, был совет по туризму как раз в этот период времени. И вот эти проблемы обсуждались с более узким кругом людей, специалистов в сфере туризма. В этом году мы делаем праздник для людей. Мы хотим, чтобы с историей Пустозерска, с историей печорских деревень знакомилось как можно больше с традициями, с культурой именно русского старожильческого населения здесь на Печоре, которая вот испокон века здесь жила, тоже люди знакомились. Я говорю, что эта культура очень интересная, очень слабо, к сожалению, изучена. Мы надеемся, что День Пустозерска даст нам новый толчок для сохранения, популяризации всего наследия первого русского города Арктики. Расскажите, как шла подготовка? Я думаю, что немало сил было вложено в подготовку к этому празднику. Да, подготовка шла очень непросто, и она еще идет. Очень непросто, потому что все мы понимаем сегодняшнюю финансовую ситуацию, когда урезаны деньги, когда у нас предполагалась вертолетная экскурсия в Пустозерск, денег нет, поэтому мы не везем в этом году вертолетом жителей Пустозерска, уроженцев, Пустозерска, их потомков. И очень сложно решаются вопросы, вот связанные с логистикой, непросто, по крайней мере, решались вопросы. Но, тем не менее, мы находим заинтересованных лиц, люди откликаются, и огромное благодарны всем участникам, всем членам оргкомитета, которые принимают и делают все возможное при минимуме средств, чтобы праздник получился. Вы уже отметили, что культура довольно-таки интересная, но малоизучена. И вместе с тем, вот вы сказали, что каждый год вы находите какие-то новые фотографии, что-то новое, какие-то новые истории узнаете. Каким образом происходит работа? Ну, это работа очень скрупулезная, очень такая, знаете, вот точечная, можно сказать. Приходится работать с теми базами, которые есть в музеях, у архивов. Проблема в том, что все, что касается русского населения нашего края, стражильческого населения, оно разрознено в архивах и в музеях. Поэтому вот по крупицам буквально изучая фонды, встречаясь с коллегами, со специалистами в архивном, музейном деле, мы выявляем вот эти документы, фотографии, какие-то предметы, какие-то сведения о людях, которые так или иначе связаны были с нашим краем. Дело в том, что, видите, территория у нас очень многонациональная, зона контактного проживания нескольких народов, да, русских, коми, ненцев. Поэтому, конечно, экзотика всегда в первую очередь привлекала исследователей. Экзотика — это, конечно, ненецкая культура, она отличается от русской. А русскую культуру, поскольку постольку, фиксировали не все. И таких исследований очень немного, особенно, что касается дореволюционных. Очень мало источников по ранней истории Пустозерска. Мы не знаем практически вот там три или четыре источника по истории XVI века, хотя достаточно информативное, интересное. Очень мало мы знаем по истории Пустозерска вот таких деталей, которые нам бы были очень важны и ценны. Мало что знаем о Пустозерском гарнизоне Стрельцов, хотя он был значительный, свыше ста человек. Мало мы знаем об их взаимоотношениях с местным населением. Мы даже, к сожалению, не знаем, где вот точно до координаты находились храмы в Пустозерске. Много чего мы не знаем. Как говорили, что носили, какова им мода была в Пустозерске, мы можем судить только по фотографиям, сохранившимся к конца XIX-начале XX века. Но и то можем говорить, что сарафанового комплекса, например, такого, как в Уст-Илёмском районе нынешнем, сохранившемся, да, в республике Коми, у нас не было. Здесь был цивильный русский костюм городского типа. Здесь жили очень зажиточные крестьяне, как выясняется, со своими традициями, со своей культурой, которая очень такая была специфическая, с одной стороны невзрачная, поскольку это была культура промысловиков, рыбаков в первую очередь, охотников. А с другой стороны, это культура, которая выделяется на фоне всего севера. Это не поморская культура, это несколько иная. То есть это не поморы, это пустозерцы. Это тоже надо учитывать. И то, что нынешний костюм, допустим, носило русское население, малицы носили и женщины, и мужчины в пустозерске. Причём, если вы посмотрите фотографии начала 20 века, там сидят замечательные пустозерские девушки в малицах тиманского типа, то есть без капюшона, но пошитые с таким умением, с такой модой 19 века, в платках, шикарные совершенно женщины, мужчины во фраках, хотя крестьяне обыкновенные, с достатком. Если мы посмотрим документы раскулачивания, например, печёрских крестьян, пустозерских крестьян 30-х годов, то мы увидим, что здесь, например, в домах зажиточных людей были фотоаппараты, велосипеды, норковые шубейки, кацавейки. То есть достаточно зажиточная была культура, очень много тесных связей связывало нашу территорию с Черденским уездом, временной Пермской губернии, Пермской области. То есть вот такие вещи, они очень любопытны, очень интересны, и мы о них мало что знаем. Елена Геннадьевна, ну вот вы говорите, мало что знаем, мало что известно, а есть возможность узнать, или это так и останется только тем, чем мы можем догадывать? Нет, конечно, мы над этим работаем, и каждый год под крупицами буквально мы собираем, популяризируем какие-то вот такие вещи, которые связаны с историей нашего края. Мы очень хотели бы, чтобы большее количество жителей нашего края знали, например, что у нас в Тельвиске родился замечательный святой епископ Белгородский Никодим, который очень много сделал для популяризации православия здесь у нас на Печоре. Он и заказывал иконы для печорских школ, и замечательную библиотеку для свято-никольской школы Цемоедского телесочного прихода сформировал. Он был писателем, мучеником. То есть вот в этом году ему юбилей стоялся в июне месяце, и мы очень хотим вот эту фигуру популяризировать тоже. И таких людей замечательных в Пустодерской области было очень много. Вспомнить того же Ивана Александровича Кожевина, который спас команду английского судна «Стернен», спасатель. Взять тех путешественников, которые проходили через Пустозерск, взять тех же самых семью Хромовых, которые неоднократно привечали в Пустозерске вот этих самых путешествующих разного рода. То есть люди очень любопытные, очень интересные, люди с богатой историей и, знаете, с такими очень серьезными корнями. Это вот замечательно, потому что древние печорские фамилии, которые прослеживаются, я уже сказала, в документах XVI века, а уже тогда они были с фамилиями, хотя крестьяне в средней полосе, а тогда еще были клички у многих. Здесь и Тержакожевины, Безумовы, Детятевы. Это все местные наши фамилии, которые существуют до сих пор. И очень радостно, что вот есть такая преемственность поколений. Елена Геннадьевна, а вы можете сказать, сколько лет уже изучается история Пустозерска? Ну, вы знаете, история Пустозерска изучается давно, и этим на протяжении многих лет занимался Ниньский краеведческий музей. У нас других исторических, таких научных заведений практически не было долгое время. Правда, в истории своей Ниньский краеведческий музей был тоже малочисленным в первоначальные свои годы. Но нужно сказать, что историей Пустозерска ведь начали заниматься еще до революции. Вот как выясняется, крестьяне Пустозерского уезда, те же самые Хабаров, допустим, Евдоким, Сумароковы, они, оказывается, были членами общества по изучению Северного края, и отправляли отсюда и заметки вот туда, и отправляли, собирали материалы, в том числе отправляли Ниньских идолов вот для собрания археографической комиссии в Архангельск. То есть историей Пустозерска заниматься начали сами пустозеры. Кстати, вот то, что касается экспонатов, предметов, которые сейчас хранятся в музее-заповеднике. В прошлом году мы были в Пустозерске, когда приезжали ученые раскопки проводить. В этом году, по-моему, они не приезжали, да, и раскопок не проводилось. Как-то вот вы сами можете, имеете право поехать на территорию, проводить какие-то работы там? Ну, во-первых, вы знаете, что Пустозерское городище, если мы говорим о городище, это памятник федерального значения, памятник археологии федерального значения. И, конечно, все работы регулируются законодательством, законом об объектах культурного наследия. Нужно отметить, что, конечно, работы проводятся на Пустозерском городище, но самостоятельно мы можем проводить их, если наши сотрудники получают открытый лист. То есть есть требования по проведению археологических работ, они прописаны в законодательстве. В этом году в Пустозерском музее-заповеднике появился свой археолог штатный. Правда, пока он еще молод, у него первый полевой сезон за плечами, поэтому открытый лист на стационарной раскопке он получить пока не мог, естественно. Поэтому в этом году он занимался разведочными работами в восточной части городецкого лозера. Но эта экспедиция была тоже очень плодотворной, очень серьезной. Насколько я знаю, свыше 38 местонахождений, памятников, стоянок от эпохи бронзы до эпохи Средневековья было обнаружено. А все эти предметы сейчас проходят, изучаются нашими сотрудниками, станут замечательной коллекцией нашего музея. Мы будем проводить работу на Пустозерском городе. Вопрос в том, насколько они сейчас необходимы. Насколько, понимаете, там есть свои проблемы на Пустозерском городе, потому что сначала нужно понять, нужно сформировать системный подход к изучению самого городища. Ведь объектом охраны городища является культурный слой, который достигает в разных концах городища, территории его 44 с лишним гектара, до 4 метров толщины. Это навоз, щепарки, факты, то есть вот все-все-все-все, что осталось с предыдущих веков. Нужно понять, зачем нам нужны раскопки в Пустозерске. В целом, что мы хотим найти в Пустозерске, если мы хотим найти острог, тогда это одна задача. Если мы хотим найти какие-то объекты, которые нам интересны, храмы, например, воеводскую консулярию, тогда это совершенно другая задача. На мой взгляд, сначала нужно выработать этот системный подход. Это раз. Может быть, потребуются какие-то геофизические исследования. Возможно, потребуется работа значительная, глобальная по продумыванию вопроса по музеификации выявленных объектов. Потому что сегодня практики музеификации объектов из археологических раскопок в условиях Арктики в нашей стране нет. То есть вот этой практики методики нет. Поэтому смысл копать, не умея музеифицировать и сохранить вот то, что мы выкопаем, это бессмысленная работа. Поэтому это тоже вот в системном подходе должно быть учитываемо. Ну и потом мы должны понять, ведь всегда раскопки — это материал для экспозиции, да, в первую очередь материал для экспозиции. Раскопки предыдущих лет показали, что идёт массовый материал, тиражный массовый материал, который нужно где-то хранить. Это Федеральный музейный фонд. Огромное количество кожаных изделий, фрагментов для экспозиции, ну, не нужно просто в таком виде, вот оно нужно для научного изучения. Но хранить нужно. Но хранить нужно, да. Это тоже вопрос, который требует решения своего в рамках вот продумывания работы по системному подходу к археологии. Поэтому сейчас это пока мы продумываем, изучаем, не торопимся с этим. Время есть, позволяет. И, в общем-то, и денег на сегодняшний день тоже особых нет, чтобы проводить работы. А работы на Пустозерске, они дорогущие, очень дорогие, не менее миллиона вскрытия, там, 50 квадратных метров. И это не всегда может быть закончено в один полевой сезон, потому что, я еще раз говорю, что обилие органики на Пустозерске, оно консервирует и замораживает культурный слой в зимний период времени. Отогреть его, оттаять его за короткое лето бывает очень сложно. Поэтому здесь есть своя специфика. Мы пойдем пока другим путем. Мы будем заниматься популяризацией, изучением и продумыванием вот этих подходов к наследию, в том числе археологическому наследию Пустозерска. Вот что касается популяризации, вот вы упомянули, что мало кто знает, что не Мангазия, а Пустозерск был первым русским городом Заполярье в Арктике. Вот мне кажется, что в последние годы только началось это активное какое-то внедрение в сознание, что именно Пустозерск – это форпост русской Арктики. Вот как идет работа по популяризации, какая-то просветительская работа, какая-то среди молодежи? Ну, вы знаете, мы используем разные формы, мы как музей-заповедник, но этим занимаемся не только мы. В целом ведь популяризацией наследия Пустозерской, самого Пустозерска занимаются и туристические компании, которые сегодня работают и привлекают активно туристов на нашу территорию. И Краеведческий музей, конечно, не может обойти эту тему, потому что фактически история нашего региона до середины XX века – это все Пустозерская волость либо Пустозерский уезд, то есть это все связано с историей Пустозерска. Никуда не уйти от этого. Конечно, занимаются изучением Пустозерска и наши Краеведы, которые вносят замечательную лепту в каждой своем направлении. Появляются новые книги по истории Пустозерска, появляются новые изображения, которых тоже нет, выявляются. Поэтому мы всем благодарны, кто вносит свою лепту. Используем разные формы. Мы проекты традиционной экскурсии, которые проводятся и в экспозициях музея. Вы знаете, есть формы выездных экскурсий, велосипедные, водно-пешеходные экскурсии, у нас и вертолетные, каких только экскурсий нет. Уже сейчас и в городе мы активно используем велосипедные экскурсии, сейчас изучаем пустозерские места Нарьинмара, потому что, как выясняется, город Нарьинмар стал преемником. И очень много из Пустозерска, вот, как говорят, в Пустозерске была заложена ДНК, она перешла потом на Нарьинмар. То есть мы вот это тоже изучаем, пытаемся провести параллели аналогии. Конкурсы, всевозможные акции. Вот в этом году мы провели акцию по чтению жития, наследие изучается таким образом. Мы стараемся запечатлеть и благодарим этнокультурный центр, что они занялись русской традиционной культурой и сейчас вот тоже в этом направлении двигаться начинают. То есть вот это все очень важно. И при наших условиях современных, когда научных центров практически нет, тех, которые занимались бы гуманитарными исследованиями, и при том, что у нас слабо изучаются предельные территории, и Архангельск, и Сахтавкарнами так занимается опосредованно немножко, вот именно русской культурой. Ну, а поэтому, конечно, для нас это все цена. И в том числе День Пустозерска, да? Конечно. Это знаковое событие, которое позволяет людей, людям еще раз вспомнить о Пустозерске, проговорить, как-то отложить, наверное, у себя в душе, в сердце вот его, что-то для себя, может быть, новое понять об этом древнем русском городе, понять, почему его нет, почему он прекратил свое существование. Это тоже такая очень философская и важная в плане осмысления, наверное, какая-то какая-то вещь. Поэтому, конечно, каждый раз, когда вот выезжаешь в Пустозерске и просто начинаешь говорить о Пустозерске, появляется очень много разных аспектов, которые хочется затронуть, но это очень большая тема. Елена Геннадьевна, давайте напомним нашему телезрителю, когда состоится праздник. Праздник состоится 10 сентября 2016 года, это будет суббота. Состоится он в селе Тельвиска, проходить будет в основном с 11 до 15 часов. Мы приглашаем всех желающих принять участие и поучаствовать в нашем замечательном мероприятии. Отметьте День Пустозерска всем округам. Спасибо большое за интересную беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся.